Еще один военнослужащий найден повешенным в городе Аягус. Офицер послужил в воинской части всего 10 дней. Начато уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». За последние три года в армии 86 военных ссыли счеты жизнью. Минобороны сегодня заверяют, что большинство таких преступлений, примерно 90% случаев, происходят за пределами воинских частей. Подробности в материале Зарина Хмеджановой. С утра министра обороны Руслан Жаксылыков стучал кулаком по столу и ругал генералов. Общество требует сохранения жизни ребят, напомнил он военным начальникам. И сразу после обеда делегация от Министерства обороны вышла на брифинг перед журналистами. Вопросов было много, ведь только в сентябре, кроме одного факта попытки суицида, зафиксированы еще три случая гибели военнослужащих. Только вчера в городе Аягосабайской области нашли тело 26-летнего офицера. В профильном ведомстве сразу заявили, что трагедия произошла во внеслужебное время за пределами воинской части. Был на должности финансовой службы, не связанной с полевыми выходами. Все компенсации с переездом, все деньги получил. То есть тут сегодня, вчера, буквально по последним деньгам он разговаривал с отцом. Жалобы никакие на условия внесения службы не предъявлялись. То есть отдельные моменты, может быть тут психологически как бы переменное место. А еще в армии нет вымогательства. По словам депутата Мажелиса Константина Аверина, после жалоб родителей была проведена проверка. Оказалось, что некоторые срочники просили деньги родных из-за лудомании. То есть на службу попадают призывники с игорной зависимостью. Однако замминистра Шайхасан Жазыкпаев озвучил другую версию. Идут разговоры, что там у родителей спрашивают. Две тенге, две тысячи тенге, три тысячи тенге. Это каждый ребенок, естественно, 18-19 лет, хочется колу, сникерс и так далее и тому подобное. Есть чайная, есть магазин на территории воинской части, где он может позволить себе данные сладости. В основном из-за этого складывается такое ощущение, как будто у солдат срочной службы вымогает деньги. Также в Минобороны отметили, что на психоэмоциональное состояние влияют и социальные моменты, в частности, кредиты. Даже солдаты срочной службы, 18-летний, 19-летний парень, приходя в армию, у нас сейчас более 2 миллиардов тенге. У нас у солдатов срочной службы, у нас сейчас кредиты приостановлены, которые они уже успели. А вообще за все 40 тысяч военнослужащих, которые служат, солдаты, я только про солдаты говорю, там сумма более 7 миллиардов тенге. А зарплаты в армии, кстати, невысокие, а оклад простого стрелка всего 100 тысяч тенге. Это, конечно, тоже влияет на настроение служащих. И как факт, с начала года зафиксировано 13 случаев проявления дедовщины. Но этот термин в Минобороны стараются не произносить и заменяют его на неуставные отношения.